добрый день тема нашего сегодняшнего блога я замер сомневался говорить ли об этом вслух или нет что называется но поскольку я услышал что об этом говорят вслух средства массовой информации другие поэтому я решил поговорить об этом тоже почему я сомневался в чем речь баруха шем раба раван лейп штайман вернулся домой до барон лейб был больно него была пневмония многие знают что ему 103 года что он уже много лет весит 30 килограмм что он в принципе практически ничего не ест если там манную кашку и там пару ложечек в течение утром обед вечером можно много рассказывать об уровне его святости можно много рассказывать об уровне его знаний торы я хотел остановиться на другом мотай шаббат уже говорили о том на общих я сам не слышал нам до меня донесли так сказать информацию о том что говорили о том что как бы вот как много он влиял что не только на литовское направление удаизма но и все хасидские дворы как бы без гуру прислушивается к мнению рэби из вижнец прислушивать мир и без моджет прислушивается к мир барбан либо шалом коэн сефардский глава совета мудрецов торы обязательно прислушаться мира в рабаре дэри приезжает советоваться с рыбан лейб штейман ли массы на самом деле самый старый мудрец торы в нашем в мире и вот говорили уже о том что и вот здесь произошло чудо все молились о выздоровении обздоровели барон либо в том числе в том числе на нашем сайте была просьба молиться и опять же есть какой-то человек я слышал сегодня передачу есть такой диди миир он делает анализ и просмотр прессы на религиозном радио коль хай включил сегодня с утра по дороге когда отвозил для детей вешиву его он он очень хороший журналист это он рассказал о том что есть статья какого-то совершенно не светского журналиста который говорит что нам нужно учиться от наших братьев харидим относиться к мудрецам торы не мудрецам торы он сказал что к старикам что он уважать нужно тех кто старые и мудрые да вот давайте от этого получимся я не знаю на самом деле как относиться к словам этого журналиста я хочу сказать такую вещь во первых нужно понимать что рабаром ли и в принципе к долей то рау мудрецов торы нет понятия продолжительность жизни это нужно знать настолько насколько мы заслуживаем чтобы они оставались в нашем поколении настолько они остаются это написано ухатам софер он пишет об этом рабе маше софер великий раввин из братиславы пишет об этом что жизнь продолжительность жизни мудрецов торы зависит от заслуги поколения вот и почему я не хотел об этом говорить потому что не хочется говорить как барабан леп не стал после того как он выздоровел не стал мощным сильным здоровым человеком речь идет о том что сказать нужно специальным образом кормить стараться выводить его гулять чтобы он мог но при этом он сохраняет здравый ум и действительно решает какие-то важные жизненно важные вопросы для еврейства еврейского народа с ним можно советоваться вот эта поразительная вещь дивана то что в мишне написано да что человек в 100 в 100 лет написано что он ойверу боттель минойлом он уже прошел и ушел из мира но с другой стороны написано что зик на израиль старики старейщины израиля чем старее чем старше они становятся тем больше хохма метасэфисы там тем больше мудрости они добавляют рыба он лейб всю свою жизнь был человеком который вообще не не ставил ни на грош удовольствие этого мира это его то сказать как бы одна из самых-самых сильных моментов то есть он служил всевышнему родил замечательных детей воспитывал их был очень внимательно у него прекрасное чувство ему раз замечательное просто общение с ним ясно сейчас немного раз лично задавал какие-то вопросы по поводу собственных каких-то моментов в жизни благодаря нему женился именно на своей супруге поэтому у меня есть личный контакт и барли он очень-очень нормальный человек очень мудрый очень про пикер из такой слова на иврите как бы практически умный даже жизни очень хорошо понимает прекрасный педагог но при этом все что касается этого мира его совершенно не интересует он живет в очень простых условиях и вот это вот с одной стороны миши написано человек в сто лет не живет в этом мире и рыбару лейб на самом деле уже в плане физическом в этом мире не живет но с точки зрения мудрости тора это такое воплощение мудрости тора то что зиг на из роль старейшина израиля чем старше они становятся тем больше мудрости добавляется и дай бог дай бог чтобы мы смогли встретить вместе с абам лейбом машех циткейн нашего машеха под его руководство без рада шем в скором времени в наши дни амэн вами